В этой серии о том, как использовать простейшие трюковые упражнения для отработки команды рядом. В чем смысл таких манипуляций и зачем нужна такая тренировка? На это есть три причины. Первая. Быстро и локально сбрасываем лишнюю активность и тем самым облегчаем приведение и удержание собаки в правильной позиции. Второе. Создаем группу похожих упражнений. Общая характеристика этой группы то, что все эти упражнения связаны с активными движениями около человека. И некоторые предполагают определенную ориентацию собаки относительно дрессировщика. На начальном этапе обучения собаке может быть сложно длительное нахождение в правильной позиции по команде рядом. Появляется возможность разнообразить тренировку и не загружать собаку сложной дисциплиной. Третье. Выделяем и актуализируем позицию рядом с хозяином. Собака воспринимает движение рядом как сигнал о скором вознаграждении. И поэтому стремится в эту позицию. Для каких собак эта схема не подходит и будет им непонятно? Для собак, которые отвлекаются, не имеют сильной положительной мотивации. И для тех собак, которые находятся на стадии разучивания трюковых упражнений. Такие собаки просто не увидят леса за отдельными деревьями. Они будут настолько загружены и запрессованы выполнением трюков, что награда в позиции рядом не принесет им никакого удовольствия. Для каких собак подходит эта схема? Для подвижных и мотивированных. Для тех, которые могут сосредоточиться на общении с человеком. И понять общую закономерность. А именно, то, что зарплату выдают в позиции рядом. Прежде чем собака сможет понять эту схему, она должна научиться легко выполнять трюковые упражнения. Собака должна быть способна удержать в оперативной памяти трюк и позицию награждения. Только в этом случае собака может понять причинно-следственную связь и выделить позицию рядом как более предпочтительную. Еще раз хочу сказать, что не всем собакам подходит эта схема. Только если мотивационный ресурс позволяет тренировать и трюки, и приведение собаки в позицию рядом, можно ради разнообразия использовать этот способ. Если мотивационный ресурс слабый, то владелец собаки просто потратит его на разучивание трюков. А на саму команду рядом не останется никакого резерва. А если вам понравились наши видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, мне нравится.